Более миллиона долларов, золотые слитки и жена дипломата. Басманный суд Москвы арестовал начальника управления таможенных расследований до знания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о злоупотреблении полномочиями. Пока ему вменяют два эпизода, но следователь намекнул, что эти обвинения могут быть не последними. Поэтому Кизлыка и отправили в СИЗО. На два месяца арестован и его зам Алексей Серебро. О том, в чем именно обвиняют высокопоставленных таможенников и что нашли у Кизлыка дома при обыске, Иван Медведев. 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золото в слитках массой более килограмма и часы люксовых брендов. Все это, по данным следствия, было обнаружено дома у Александра Кизлыка. Как пишут некоторые телеграм-каналы, в легковой машине ФСБ не хватило места для всех ценностей, найденных у таможенника. Объяснить происхождение всего этого генерал не смог, заявил в суде представитель следствия и добавил, что на данный момент Кизлыка проверяют на возможную причастность и к другим коррупционным преступлениям. Это стало основанием для того, чтобы отказать таможеннику в домашнем аресте, о чем просила защита. Сейчас Кизлыка обвиняют в том, что он незаконно прекратил уголовное дело в отношении некоего бизнесмена Степанова, который незаконно ввез в Россию большое количество иностранной валюты. По версии следствия, генерал содействовал тому, что после того, как Степанов отдал в бюджет 25% от ввезенной суммы, дело внезапно стало административным. Какую сумму ввез Степанов, в какой валюте, откуда у него эти деньги и кто он вообще такой, никто не знает, говорит моя коллега Мария Локотецкая. Сам Кизлык вины не признает. Говорит, все было сделано по закону. И более того, у него якобы нет никаких властных полномочий, чтобы приказывать кому-то прекращать уголовные дела. Второй эпизод, вменяемый Кизлыку, связан с женщиной. Конкретно с женой посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Она не задекларировала при въезде в Россию более 50 тысяч долларов. Прошла не по тому коридору. Знала, по какому надо идти, но была не в себе, заявил в суде Кизлык. Когда стали разбираться, то оказалось, что она находилась в болезненном состоянии, соответственно, имела в виду дальнейшую практику. Она знала, что можно идти по красному коридору, но, казалось бы, в неадекватном состоянии, соответственно, дознаватель принял такое решение, которое было утверждено прокурором. Поэтому каких-либо указаний о принятии незаконных решений, таких указаний не было. В возбуждении уголовного дела против супруги посла было отказано, в чем, собственно, и обвиняют Кизлыка. Генерал вины не признает. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.